Девушки отдыхают Ну и другая интересная новость Как наши федеральные чиновники решили пополнять федеральный бюджет в условиях кризиса В ноябре ФАС высказались о том, что запрет тоников с градусом, принятый в 38 регионах, нарушает Конституцию и закон о защите конкуренции И закон о торговле На днях на эту тему высказался уже федеральный Минфин Минфин подготовил план мероприятий по улучшению ситуации с бюджетом, в соответствии с которым регионам могут запретить устанавливать ограничения на продажу некоторых спиртных напитков Наша область может надеяться только на федеральный закон, чтобы запретить продавать энергетики Ведь наш регион стал единственным, которого высшая судебная инстанция страны отменила действия нашего областного закона, запрещающего продавать энергетики А произошло это потому, что мы были первыми в стране и на нашу область в суд подали торговцы алкоэнергетиками и выиграли его А теперь же Минфин хочет запретить уже всем регионам устанавливать ограничения на торговлю отдельными видами продукции, несмотря на то, что такие законы на сегодня действуют уже аж в 42 субъектах Мнения по этому поводу есть разные Региональные политики пиарятся на этих запретах, но реальной пользы от них нет, заявил глава Центра исследований Федерального региональных рынков алкоголя Вадим Дробис По мнению же других экспертов, подобные предложенным Минфином меры приведут к негативным экономическим последствиям из-за проблем со здоровьем, которые начнутся у активного населения через 5-10 лет после отмены существующих ограничений Именно у активного, ведь все знают, как популярны подобные дешевые напитки у наших молодых людей Понятно, что бюджеты у нас дотационные, сейчас кризис, но неужели нужно зарабатывать деньги именно так, на наших с вами жителях? Между прочим, многие политики, в частности губернаторы, с такой позиции Минфина не согласны И они считают, что в каждом регионе своя специфика и все-таки регионы вправе регулировать эти отношения Я тоже придерживаюсь лично такого мнения, что нам в регионе все-таки видней, что нам разрешать, а что нам запрещать Еще одно важное событие, которое произошло на этой неделе, это съезд Единой России Выступали многие видные политики, чьи тезисы мы сегодня хотим озвучить и обсудить Председатель Единой России, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев В частности сказал Одна из наших задач – это организация летнего отдыха детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации Сегодня этим занимаются региональные власти Но закупка путевок для таких детей – это ощутимая нагрузка на региональные бюджеты Если мы хотим, чтобы как можно больше детей смогли отдохнуть этим летом Надо подумать, каким образом помочь регионам создать механизм дополнительного софинансирования таких расходов Такая помощь из федерального бюджета, во-первых, поддержит наших детей Позволит их родителям тратить существенно меньше денег на эти путевки Ну и, с другой стороны, у нас появились новые субъекты, в частности Крым Я думаю, что такая активная включенность наших регионов в отдых детей в Крыму Тоже даст дополнительные доходы, в том числе и в другие субъекты Говорили на съезде и о школах и детских садах По инициативе «Единой России» стартовала программа по созданию новых школ в регионах На ее реализацию только в этом году предполагается истратить до 50 миллиардов рублей Партия должна проследить, чтобы эти деньги шли строго по назначению Мы на съезде много говорили про учителей И это правильно, но как-то, мне кажется, незаслуженно обходит тему детских садов У нас все-таки не только новые надо детские сады строить Но надо приводить в порядок и те детские сады, которые уже давно построены Часть работников детских садов мы забрали на областной бюджет В частности, воспитатели Обслуживающий персонал остался на муниципальных бюджетах Безусловно, для муниципального бюджета это тоже большая нагрузка Возможно, все-таки рассмотреть вариант о передаче всех полномочий по детским садам на региональный уровень Также на съезде Единой России выступал депутат Госдумы и бывший токарь Пермского завода Стар Валерий Трапезников Говорил с трибуны не просто громко, он кричал Уважаемый Дмитрий Анатольевич, делегаты и министры Я бы хотел коснуться деликатной темы политической семейственности, которая появилась в последнее время Это и в Заксобраниях, Гордумах Он предлагал семейственность запретить А что у нас в регионе с этим вопросом? Да, это очень распространено, особенно в депутатской среде В частности, в городе Северодвинске, например, есть депутат и его дочь тоже депутат Одного муниципального органа Совета депутатов города Северодвинск Это коммунисты Микляевы, отец и дочь В нашем региональном парламенте на память приходят два депутата областного собрания Это Палкин, отец и сын, старший и младший, как их называют Ну и темой сегодняшнего опроса мы, наверное, как раз эту тему и сделаем Как вы считаете, уважаемые телезрители, могут ли в одном законодательном или исполнительном органе власти Работать ближайшие родственники? Жены, мужья, дети? И три варианта ответа Да, могут, пусть работают Нет, это недопустимо Ну или затрудняюсь ответить Мы ждем ваших ответов в наших социальных сетях Facebook и ВКонтакте Александр Дятлов и Екатерина Поздеева А также на этот опрос вы можете ответить на странице информационного агентства 29.4 Нам очень важно знать ваше мнение Всего вам доброго До свидания Субтитры создавал DimaTorzok